Мы начинаем, мы выкладываем наши шары на плоскости. Такая жадная упаковка, она как раз даст гигациональную решетку. И вот как мы их выкладываем. В следующий уровень у нас есть две возможности. Положить вот эти шары, сверху вот так вот, на самом деле касается друг друга, там наверху. Либо повернуть на 30 градусов, две возможности. Понимаете, у вас есть шестиугольник, шестиугольник. Это центра соуса меняется, так? И вы можете поставить, чтобы точки касания были здесь или здесь. Скажем, назовем первую упаковку А. У вас есть В вариант и вариант С. Вот, клестики я рисую. Зверточку. Вот. А теперь смотрите. Мы теперь можем кодировать. Отвечем уровень А5. У вас появляется код. Ну, можно, конечно, там, двоичный код, там, скажем, 0 или 1, там, сделать. И у вас появляется... Вы можете с этим играться. Два раза положить вот... Два раза там А, потом там Б, там С. Это второе. Это А. А, скажем, это вот это вот Б. А, это С. И выкладываете. А? А, это узловая тарька, да? А, это просто, знаете, начальная решетка, да. Но она тоже повторится через каплю. Вы тоже можете повторять. У вас получается А, Б и С. Три решетки. И вы теперь из них составляете такую последовательность бесконечную. Даже достаточно два, как вы знаете. Любая последовательность из нулей, из единиц, их бесконечно много. Их континуум. Это просто вложение действительного числа по двоичный ряд. То есть у вас получается там, я не знаю, А, Б, С, там, А, ну, там, не знаю, Б, С, В, ну и так далее. Как угодно. Вы можете играться как угодно. И получается бесконечно много. Ну и такой маленький комментарий. Обратите внимание, что на самом деле при такой упаковке, вот как, что бы мы ни делали, у нас у каждого шара есть 12 шаров. Соседи. 12 шаров соседей. Была долго, много лет была открыта проблема. Фейса Тота, который спрашивает. Предположим, что у нас есть такая трехмерная пространственная упаковка шаров. Единичных шаров. Так, чтобы у каждого шара было ровно 12 соседей. Ровно. Не меньше, не больше, ровно. И тогда ответ будет вот такой, что-то такое. Одна из посудовательности. Эта теорема была доказана, ну, не знаю, сколько, ну, 5-6 года, 4 назад. Причем есть два доказательства. Одно это сделал Хейлс, тот самый, который доказал. А второе доказательство, Бородский и Саба, генгерские математики, они использовали нашу теорему Старасова. Ему нужно было, там, и сама, ей даже не нужно было такое точное решение для 13 шаров, значит, там, ну, им нужно были там некоторые неравенства. Там у нас 57-13, я музыкал сказал, что ему достаточно было, там, не знаю, 57 с половиной, что-то типа такого, или меньше 58 градусов, что будет, что-то будет меньше 58 до самого расстояния для 13 шаров. И вот это второе доказательство, значит, оба доказательства опубликованы. На самом деле, по какому-то, с одной стороны, это, и бесконечно, ну, с другой стороны, вот если так, с точки зрения разумности, их, они могут быть откислить, это будет удивить. Такая, такой факт. Так, ну, кто теперь, давайте, по вторую задачу, кто, кто возьмется? Давайте попробуем. Вы разоблачайтесь, как будет. Вторая задача, значит, вкладывается в оптимальную попросту на коз. Ну, конечно, ну, так, подождите секундочку, ну, не рассказывайте сразу, посмотрим, внутри-ка должна быть. Я сейчас. Ай. Рассказать, рассказать? Да, рассказать, рассказать. Нет, там просто. Во-первых, ответ. Какой? Ну, нужна? Какое расположение? Да. Ну, да, должно какое расположение, еще нужно заказать, да, да, да. Ага. Ну, для, сейчас скажу, для одного будет радиус 1 на 2, для 4, то есть для этого, да, будет радиус 1 на 2, вот. А вы можете нарисовать, как, для тройки? Можешь нарисовать, какая-нибудь будет? Да, конечно. Давайте так вот, просто точки, центры. Да. Не тройка, это двойка. Это двойка, да. Да. Все. Ну, надо было отдаясь. Двойка тоже интересна. Как бы здесь, так, 4 на 4. Да. Вот это вершины и вот эти, это одинаково. Вот это и вот это, это, но это уже. Вот это и вот это, и вот это. Поскольку у нас, например, от наземных сдвигов, то у нас эти две точки одно и то же, да. Получается 9 точек. На самом деле, когда с одной стороны просьба 16, но они, но из них есть такие пары, и даже, и не только пары, вот в одном случае это 4 точки, 1, 2, 3, 4, и все одно точек. Это понятно, да, что мы как раздвинуем, мы просто, да. Да, это ответ. Ну, почему это единственный? Ну, почему это есть самая выгодная упаковка? Да. Вот как раз, мы здесь, если такая редукция сделаем, совершенно верно, да. Это есть, плотнее быть не может вообще. Мы просто получили плотнейшую упаковку. Это как бы такая, я не знаю, такая, некоторая такая спекуляция идет на тему плотнейшей упаковки. Если вы, если у вас спросить такую задачу, там, для 9 точек, мы не знаем, для квадрата. То есть мы знаем, у нас есть гипотеза, но мы не знаем, как это доказывать. А для 10, по-моему, даже и гипотез у нас нет. Наверное, где-то есть, наверное, какие-то гипотезы. Но, в общем, такая забавная, я не в другом случае, я не знаю, которую можно было бы доказать вот так руками, сходу. Поэтому, если вам интересно, подумайте, это такая забавная задача. И очень, ну, понятно, что будет, если вы что-то сделаете интересным. Я уже вам вчера показывал, что какие-то чудеса происходят для 7 точек. Почему-то там на 3 решения, почему-то, откуда это ведется, непонятно. Так, ладно, давайте я сегодня постараюсь, совершенно другое будет у меня занятие сегодня. Это про... Оно будет по-другому построено. У меня будет вначале, я расскажу, такой будет быстренький обзор, небольшой обзор. А потом я постараюсь рассказать доказательства. Такая степь это достаточно... В смысле, оно не содержит ничего, вообще никакой такой высоты математики, доступно для понимания школьнику. Но, тем не менее, очень-очень трюковой. Значит, эти слайды мне прислал мой соавтор, это Петр, Петр, это, по-моему, Димитрова, отец Дмитриевич, значит, дорогой. Я не знаю, есть ли отчество болгар, он американский математик, болгарское происхождение, но говорит по-русски очень хорошо. Я передаю привет, ведь я твои слайды показываю. Вот, и она, я поплю ему ссылку, когда она будет выложена. И это, кстати говоря, год назад, мама фотографии, это на берегу Атлантического океана, как раз мы год назад были в месте, где и занимались задачи. Была программа по таким, по оптимальным конфигурациям. И это мы просто там в выходной день поехали на море, недалеко от Робинса. Ну, мы рассмотрим такую задачу. У нас есть точки на сфере, это у нас уравнение сферы, как вы видите. И мы хотим посмотреть, при каких условиях, когда они, это расположение хорошее. Я чуть позже объясню, что значит, что есть хорошее расположение. Ну, самый первый пример, конечно, может, еще бывает одномерный случай, двумерный случай, как... Здесь, кстати говоря, такая, одномерный случай, окружность, конечно, одномерная, но она лежит в двумерном пространстве, поэтому в этом науке они размеры считают по объемующему пространству. И первый случай, значит, который какой-то интерес представляет, это, конечно, точки на окружности, но там всегда ответ простой. Ответ простой, понятный, это правильный многоугольник, правильно? Какое еще расположение может быть хорошее? Ну, бывает, можно, конечно, привести какие-нибудь экзотические энергии, где точки не находятся, но это уже такая некая экзотика. Все резко усложняется, когда мы рассматриваем точки на сфере. Вот мы вчера рассматривали задачи на оптимальной упаковке кругов на сфере. Но есть еще много задач, которые тоже появляются, связанные с минимизацией потенциальной энергии. Они пришли из физики. Здесь вот написано, вы видите, какие-то задачи, конкретно задачи упаковки по закону кулона. Логарифмические вот такие конфигурации, я рассказал, что это такое. И более общие, в которые все входят, это называется точки риса, это минимум дает энергии риса. Рис, это там параметрическое какое-то сравнение. Вот здесь формулировки, если вы посмотрели сегодня, если вы посмотрели этюд по задаче Томпсона, по теме Томпсона, Томпсон, если я не ошибаюсь, он был нобелевским бурятам, где-то известным физикам, по крайней мере. И он спросил очень простой вопрос, задал простой вопрос. Пусть у вас есть конфигурация, пусть у вас есть электроны, электроны все между притяжением, между ними какой-то потенциал, вы знаете, да, единица на р квадрат, там константы, единица на р квадрат. И мы хотим посмотреть, какая конфигурация при заднем количестве электронов образует на сфере. У вас они обязательно должны жить на сфере, они не могут выходить в прохаз, что-то их держит. Теперь сразу скажу про риса. Рис это, мы теперь возьмем не S, S равняется двойке, это мы уже знаем, что это закон Кулона. А теперь возьмем любую S, например, S больше нуля. Например, если у вас есть, что так бы, да, что у нас, что есть, что у нас. Первое, у нас есть точки, X1, Xn, это точки, это не координаты векторов, это точки обозначаются. Они же могут служить и векторами, потому что любая точка на сфере, это единичный вектор, что мы взять сначала в центре сферы, и с окончанием конец этого вектора лежит, это источка X1, будет вектора, между ними есть ефклидовое расстояние, просто обычное расстояние, которое обозначается здесь как знак модуля, это просто одно из обозначений расстояния. И вот берем любую S и рассматриваем такую сумму. Но при S равном 0, S может быть отрицательным и положительным, на самом деле, здесь, например, у нас лучше положительного, но есть отрицательные тоже рассматриваются. В этом случае, ну есть один нехороший случай, это когда S равном 0, потому что при S равном 0 у нас будет единица, да? Тем не менее, конечно, есть такая тоже энергия, логарифмическая энергия, это просто надо взять логарифм единицей разделить на расстояние между точками. Можно же подключить, что такое S? S это параметр, число, действительное число. Ничего, просто степень, значит, оно никакого такого глубокого смысла не имеет, это просто вот параметрическое такое семейство, параметрическое, оно сыграет по-русски, вот, смотрите, например, S равняется единице. Так, S равняется блоке, законно удобно. Ну и когда в квадрате, можно посмотреть, что это какая-то произведение. Ну, там какие еще бывают, они очень большие, можете взять вместо S, там, я не знаю, тысячу и так далее, или там одну вторую, корень за расстояние. А когда S равна нулю, значит, если ввели такой S равняется нулю, то наша энергия такая, она обозначается блок, так, от инфигурации C, и это просто есть вот эта вот сумма. Кстати говоря, одно замечание по поводу лог. Вы понимаете, что такое лог? Кто понимает, что такое лог? Нет, ответ неверный, я тоже так думал. Это натуральный алгоритм. Какая-то, вот это так, я не знаю, новая мода, старая мода. Потому что в учебниках, в американских учебниках по матанализу, по КАПЛОС, конечно, там используется обычный ЛН, да? Но вот, например, я с удивлением обнаружил, да, вот в этом науке я не зареализовывал ЛН, а имею в виду натуральный алгоритм. Но я думаю, ну хорошо, ладно, думаю, может какой-то там у них свой язык. А оказывается, например, сейчас я смотрел по теории чисел, там в связи с... По теории чисел они тоже используют ЛН как натуральный алгоритм. Более того, если вы там используете какую-нибудь, например, в Матлабе, наберите ЛОК, там, не знаю, от чего-то, там, Атьер, и увидите, что там будет лидичка. Так что ЛОК это натуральный алгоритм. И вот меня это вначале смущало очень сильно. Какой-то, ну как, какой такой еще ЛОК, значит, ну хорошо, думаю, людям там лениво писать какие-то основания алгоритма, но думаю, вот так, нет, это оказывается просто какая-то новая, что ли. Или, да, причем там есть публикация, Руману Джан, он тоже использовал ЛОК для ЛН. Я вспомнил по теории чисел. То есть это какая-то британская, французская. А она, видно, пришла из Германии, я не знаю. Просто не знаю, вот этот вопрос почувствовал значение алгоритма. Давайте посмотрим некоторые картинки. Видите, какие-то красивые картинки. Вот 32 электрона. Вы знаете, это объект? Да, это мяч, как он называется. Ну, по-английски называется бекки-болл, да? А по-сам, еще, он называется кулерен. Кулеренцев 60. Я как раз вот собирался рассказывать про минимум энергии. В 24-м, но я не уверен, что я тут живу. У меня понедельник выяснится. Живу я до этого или нет, мне там лекцию поставлю. Но это вот как раз, я бы хотел рассказывать про изоприимедрическую задачу. Там одна из энергии, которая минимизирует кулерен, как раз вот это будет изоприимедрическую. То есть она минимизирует, если при заданной площадке поверхности это минимизирует. Самый круглый объем. При задании, там появляется функционал, но, оказывается, можно его там аккуратненько записать. Там ничего не доказано. Так вот, значит, смотрите, что у нас есть. Значит, там проблема Дамоса. У нас есть, это на самом деле проблема Дамоса. Это легко понять. Если С устремляем, С устремляем, С устремляем в бесконечности, тогда у вас, когда С очень большое, то на самом деле вам выгодно, как можно вам выгодно, как можно дальше размести точки. Правильно? Если точки очень близки, то С при огромном С, они начинают играть очень большую роль. И поэтому задача эквивалентна. Задача РИСа при С, ну скажем, равном бесконечности. На самом деле при достаточно большом С, в какой-то момент она сядет на, почти на оптимальную конфигурацию. То есть вот эта задача РИСа, когда у вас с параметром С, вот видите, туда вкладывается и проблема, и проблема Дамоса, и проблема логарифм, логарифм он там должен быть по специальному форме. Ну давайте посмотрим, это вот Петр Драгнов пришла, вот такие красивые, красивые такие слайды, видите, как троли встречаются. Вот это какая-то удивительная рыба, у которой, видите, там сидят эти иголочки, такие маленькие, эти чешуйки, которые тоже, почти светочки, это тоже, естественно, объекты. Здесь такая короткая, поскольку я решил эти слайды не удалять, поскольку непонятно, будет 24-го лекция или нет, занятие или нет, но вот что я могу сказать, что его обнаружили, вот этот вот футбольный мяч, обнаружили химики, и его назвали фулеерент, я уже забыл там какую-то историю, почему мы им дали это название, вот, и известные там авторы, вот эти там стоят, они представители за что получили Нобелевскую премию, вот, Каилл, Торто, Смолли, и в 1996 году, в 1996 году получили Нобелевскую премию. Ну да, позвольте мне там сократить, и вот, и видите, такие вот фулеерены, что такое фулеерена? А притерение фулеерена математически такое, это такой многогранник, у которого все грани, либо пятиугольники, либо шестиугольники. А самое слово пятиугольник фиксировано, оно всегда, если при таком условии, если у вас только пятиугольники и шестиугольники, то у вас ровно 12 пятиугольников, это доказывает через теорему Эллера, через слово Уэллера, может доказать, что тогда их ровно будет 12. Еще раз повторяю, только пятиугольники шестиугольников. Вот этот один из объектов в Монреале, и это в Орландо, по-моему, в Орландо, еще один, очень такой, а это загадочная фотография, которая называется в лапах льва, да, но мне кажется, это какие-то морские животные, видите, вот это явно какой-то краб, или что-то такое, не знаю, я видел доклад, он что-то говорил, но я просто не помню, что это за объект, ну, это один из, один из, участников этой группы, которую мы обнаружили, фоллерен, а это вот еще модель фоллерена, фоллерена, которого, ну, видите, он такой, немножко, такой на эликсе расположен, видно в химии, он не на джейтенном сфере, со 100, у которого 100, 100 вершин, у этого многограника. Так, давайте просуммируем все, что мы знаем. Сегодня мы будем заниматься проблемой, мы будем заниматься, так называемый, лог, оптимальным расположением точек, то есть, это мы будем заниматься энергией, которая минимизирует логарифмическую энергию. И, значит, кстати говоря, вот один, я не знаю, на рассматривался и раньше, очевидно, но, скажем, Смейл, такой великий математик, ополог, он, он предложил, он один из тех, кто предложил расхватку задачи, но интересно, что не для, ему нужна была задача, как бы, как один из шагов для решения уравнения, там у него было панемиальное уравнение, когда у вас есть панемиальное уравнение, нужно найти решение его, систему уравнения, и вот он, как раз, ему нужно было, по один из шагов, ему нужно было такие вот расположения логарифмических точек, то есть, которые минимизируют эту энергию, и у него там более сложно даже, он еще просил не просто найти, а найти за какое-то разумное время, заполимальное время, потому что нужно было использовать эту конфигурацию для того, чтобы потом приблизиться к решению. То есть, это вопрос его, который открытый, он подготовил, когда все готовили в 2000-м году, в 2005-м году, в 2000-м год, когда задача миллениума, вот, это одна из задач, которая была предложена смелым, к этим, к задачам тысячелетия. Я уже опять, я уже говорил, что у вас S3-минца в бесконечности, то это будет как раз расположение, это будет как раз от Ашта Маса, и очень интересный объект, который был введен относительно недавно, а вот есть ли такие конфигурации, которые всегда дают при любой разумной энергии, ну там, если она такая, такая вот энергия, вот так вот выглядит, выпуклая, строго выпуклая, и производная тоже выпуклая, так, как и энергия риса, например, будет ли вопрос такой, есть ли такие конфигурации, которые для любой энергии дают один и тот же ответ, потому что обычно нет, они разные ответы, вот ответ да, и они встречаются, их очень мало, ну вот, например, первые известные точки, это вот, ну, две по той точке, понятно, что одна на полюсах находится, на северном мемберном полюсе, три точки, четыре точки, это симплекс, цитраидер, шесть точек, октайдер, двенадцати, кассайдер, вот, по-моему, весь перечень, размерности, три, ну там, они пересечены, там, до какой-то, относительно, их очень немного, а? значит, мы интересуемся такими конфигурациями точек, которые для любой энергии, строго выполнят, для этого, да, какая-то, какая-то вот, е, не абстрактную функцию, да, по-моему, там будет формула дальше, вот, сейчас я посмотрю, может, там, ну, неважно, значит, какая-то функция, е, а энергия, пусть нам будет, H, вот, такая сумма, сумма 2, и, G, где, и не равно, и, и, вопрос такой, вот, пусть у нас, эта функция, H, от одного перемена, она, выглядит, такая, строго-другая, не только она, и, и, тогда, значит, у нас, вот, тогда, вот эта функция, вопрос такой, вот, есть ли такие фигурации, вот ответ, вот, например, для размера C3, на сфере, вот, представлены все ответы, которые, однако, для всех, и более того, мы знаем, какие-то фигурации, шесть, ну, четыре, это тетраэдр, правильно, тетраэдр, шесть, это октаэдр, и 12, это экосайдр. Это вот такая работа, значит, начали ее, на самом деле, тут, вот, Николай, Николаевич Андреевич, который присутствует, как бы, руководит, он, на самом деле, у него, он 90-е годы, так активно занимался, у него есть публикация, он, по-моему, сделал для, как раз он сделал для экосайдра, но он занимался только Томпсон, то есть он доказал, что экосайдр является, как раз фигурацией, которая для 12, 12, экосайдрами дает минимум энергии. Правильно я считаю, что для, соответственно, для остальных чисел, просто не доказано, что... Все остальные числа, вот сейчас я как раз смотрю, как я расскажу. Все, вот, вот, мы сейчас рассмотрим, размером с 3, обычная сфера, значит, вот, случаи 2, 3, 4, 6, 12, были сделаны, в частности, Андреев и Юдин, посмотрите, я вам дам ссылку на публикацию, на математическом размещении журнала, по-моему, в 20-летней данной стене, где они как раз показывают. Там довольно, 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 такой трюк какой-то, там не так просто доказать, мне кажется, даже сегодня она будет элементарной, может быть, не так, не намного проще, даже, сложнее, но оно, по крайней мере, не обращается к никаким высоким новым. Здесь приходится использовать ортогональные мугачеты, хотя там статья написана, это школьников, тем не менее, вот, я не могу сказать, чтобы она совсем уж была простая. И вот это, значит, но уже универсальная оптимальность была показана позднее, вот, конный кумар, у них есть такая, тоже знаменитая статья, уже, тоже уже, лет 10, не 10, это не больше, эта статья, на эту тему. Первые, нетривиальные, случаи, вот, в этом ряду, да, если вы посмотрите, там, 2, 3, 4, или 6, про почту 5. Вот 5 точек, совсем простой вопрос. Давайте рассмотрим, вот, 5 точек, да, значит, какие конфигурации имеются? Значит, конфигурация, первая, конфигурация очень разумная, это у нас, есть, на северный южный порюс, а на, на, экваторе у нас 3 точки, которые просто правильные треугольники. Да, по, если так, угловому измерению, по 12 градусов. Это вот первая конфигурация. Вторая конфигурация, такая пирамидка, выглядит вроде бы, как бы, и них очень хорошие, но тем не менее, значит, пирамидка, и под этой пирамидкой, если вы, значит, под этой, она лежит, вот так вот, ее основание, пирамиды, четырехугольная пирамидка, она лежит, ниже экватора, вот, и это тоже вариант, и тут вот интересная вещь, это работа, было много работ, я сейчас, чуть позже покажу, еще даже график, что происходит. Так вот, оказалась такая штука, такая штука, значит, честно, экспериментально, было показано, сейчас, одну секундочку, где эти ребята, не помню, не вижу, ну ладно, раньше, я уже говорю, а, ну, в общем, не знаю, где эти работы, короче, была статья, по-моему, там, в 90-е годы, они чисто экспериментарно, смотрели, меняли S, и смотрели, что происходит с оптимальной конфигурацией, это ничего, никаких, никаких показаний не было, просто вот гоняли 5 точек по сфере, и получили результат удивительный, что для маленьких S, самая оптимальная конфигурация, которая дает минимум энергии, это будет, тут называется, бить пирамиду, то есть двойная пирамида такая, да, когда S превышает это число, это все происходит до 15,04, да, вот 15 и 400, ну примерно, там более сложное число, там можно точно улучшить уравнение, оно точно задано, когда мы превосходим это число, ситуация меняется, и от этого становится пирамида, странно, да, вот пирамида, казалось бы, вот такая странная вещь, значит, люди стали заниматься, и вот, я уже упоминал, Николай Николаевич занимался со своим, с автором, но никаких успехов, он написал этот, это чудо-чудо-чудо, я не знаю, 2003 года, мне кажется, и школьники, многие школьники пытались, никаких, это дело было, закончилось, это, это вот, как оно закончилось, вот, вот здесь есть такой, Ричард Шварц, он, он, значит, эту решил задачу, для S равной финицы, для двойки, для S равной двойки, это как бы наиболее претическое задачи Томпсона, но сделал он это очень, ну, не нравится мне, я когда смотрел, я слушал его доклады, ну, не нравится, ну, я просто, как бы, я совсем, ну, совсем уже, как бы, там, далеко от математики, он хороший математик, сам по себе, но вот он уже, доклад он делал так, что вот, вот, ребята, вот, что, что вижу, что пою, просто, он рассматривает все конфигурационное пространство, то есть, все возможные сложения точек, а как можно, 5 точек, да, одну зафиксировать, скажем, точку на зерном полюсе зафиксировали, а еще одну можно, значит, смотрите, размерность 2, да, 2х5, 10, размерность на зерном полюсе спасаться будет 10-мерный, ну, хорошо, вот мы взяли, одну зафиксировали, уже у нас размерность 8, еще можно зафиксировать одно направление, нужно вращать, мы скажем, северную полюсу зафиксировали, еще можно все вращать относительно оси, которая через северную полюсу проходит. Значит, можно зафиксировать еще какое-то положение, скажем, вторую точку, знаем, где она находится, ну, на какой, на какой-то там, на какой дуге, что-то находится. Вот. И тогда у нас остается еще одно разминание чипов. Вот это семейерная пространство. Ну, что он делает? Вот он берет, делает проекцию и смотрит, значит, на, смотрит расположение этих точек, там пытается, и дальше показывает, что они вот находятся рядом, походу там, по пирамиду, у него там вокруг он пытается выразить такие маленькие, маленькие такие окрестности, вот, и там просто получается численно пытается, если он доказывает, что численно уйдем, мы куда-нибудь здесь вот посмотрим, да, какое-то расположение, не вне этих окрестных окрестностей, в семейерной пространстве. Получается, что энергия будет больше, он умеет доказывать на конкуритере, что энергия будет больше, чем такая. Просто проверяем. Ну, там, какие-то неравенства, и все. Ну, то есть, там, с точки зрения классического программы, ну, такое, вообще ничего, ничего не происходит, никакой, никаких идей. Я-то пытался найти какую-то идею, никаких идей нет. Вот, но, к сожалению, вот, уже многие, много поколений, в частности, здесь, и на этой школе пытались, значит, знаете, какие-то математические, никаких, никаких успехов. Она, как бы, даже непонятно, ну, как раз, вот, пять точек, какой-то оборону. Просто уже стала, как бы, такой, задача престижа. И еще, я не знаю, сколько раз Николай Николаевич ее докладывал в разных местах, в любой школе, фактически, эти этюды были, да, вы знаете, эти этюды, везде есть доступные. Ну, вот, такая, такая печальная история. Дальше, Шуаш, это последний, как раз я его услышал в прошлом году, его доклад, он, значит, он ничего не умеет доказывать про эти вот, про вот эти пирамиды, но он, он посмотрел, ну, то же самое, та же самая доказательство, просто оно стало уже еще, еще больше, там, больше вычисления. Просто еще один параметр вел, S, и показывает, что пока у вас не превышает этой величины, 15.04, то примерно будет все равно будет тот же самый ответ. То же самое, то есть никаких идей на никаких, ничего не происходит. Так, а вот теперь эта вот, а, вот, вот эта публикация, не 90-х годов, это 77-го года, химики, в химическом журнале опубликовано, значит, они вот что сделали, они взяли и посмотрели, посчитали энергию для, посчитали энергию для этой пирамиды, вот этой энергию риса, да, в зависимости от S, и поделили ее на энергию, поделили ее на, или наоборот, добить пирамиду поделили на энергию, в общем, они сравнили, взяли отношение энергии в пирамиде, да, кстати говоря, там очень интересный момент, я это позже расскажу, а в действительности эта пирамида, пирамида, которая справа, не бипирамида, а пирамида, она на самом деле, у нее находится, она считается так, на этой зависимости, у нее должен быть там, там, короче, можно найти вот это вот, где лежит основание, она как бы, она чуть-чуть ниже находится, чуть ниже находится экватора, но там, ну, это величину нужно посчитать, ну, как бы там, однозначно считается, это просто вот, поскольку вы знаете, когда еще, еще, еще этот параметр используется, то это точно, точно находится. Так вот, для нее они в патруле график, и видно, что вот там сначала этот график, ну, когда там, начался график, и все, он, вдруг, после, после 15.04, этот график, мы видим, что становится 100, что, если мы, а, правильно, понятно, что у нас тут делили, мы делили, мы делили бипирамиды, делили на квадратную, на квадратную пирамиду, именно квадратную пирамиду, вот видим, что потом она становится очень большой, видите, возрастает, а это потихонечку, дам, что происходит с ростом С, у вас на самом деле, вот эта вот параллельная, которая четыре точки находится, она начинает приниматься все ближе и ближе, приблизаться к экватору, вот такой ответ, численный, никаких, даже, даже для пяти точек попрезидночей не решена, поскольку мы не знаем, то есть нет доказательств, что происходит, когда у нас больше 15.04, ну, то швакса не получается, численный метод, ну, я думаю, получится, в конце концов, этот метод Лома, но это неинтересно, вот, все, что могу сказать, значит, а, да, еще самое интересное, то я забыл рассказать, значит, Петр Драгнев, который слайд, на котором я сегодня показываю, с вами с двумя с автором в 2002 году рассмотрел случай, логарифмический случай, это как раз, это была его идея, их идея спроектировать все, сделать стереографическую проекцию и посмотреть там на плоскости, как расположение этих точек, как они будут располагаться. Ну, они такое сделали небольшое замечание, первое, довольно простое, что оказывается, оптимальная конфигурация логарифмическая всегда, всегда центр тяж, всегда будет лежать этих, центр масс, извините, всегда будет лежать в центре сферы. Это вот я сейчас вам покажу. И дальше там, используя этот флаг, используя стереографическую проекцию, им удалось доказать, решить задачу, доказать, что если бы не случилось конфигмической энергии, там уже без всяких, без всяких компьютеров, просто чисто математические, что конфигурация будет находиться, вот, это будет П-парамиды, это будет П-парамиды. И, значит, ну, вот эту статью, эту презентацию он назвал «20 лет работы над этой задачей», которую назвал его руководителем научным Эдвард Сафф, он назвал ее теоремой мастодонной теоремой, потому что он сам Сафф очень любит эту задачу, такой известный специалист по теории потенциала и по теории комплексов-переменных, работал с Гончаровым, с нашим надающимся математикам, они вместе, тут же есть компликация, вот, и, ну, вот, они пытались, он тоже сам пытался тоже что-то сделать, но ничего нет, ну, если что, результат, есть один, это с Андреем Пандаретовым, да, Гангхаргеном, они рассматривались лучше, когда истрелились в бесконечности, получили, что ответ будет от квадратной пирамиды. В общем, вот такое странное, да, это можно объяснить любому, ну, действительно, школьнику объяснить задачу, и ее, она из-за ее объясняется, но, тем не менее, результаты очень-очень слабы. Что было дальше? Дальше, ну, ничего не было, то есть 14 лет особых никаких в этой задаче продвижения не было, ну, вот, Петр рассмотрел такой случай, ну, а что происходит? Ну, хорошо, у нас есть сфера, на сфере у нас 5 точек, а затем рассмотрим, в случае, 6 точек на трехмерной сфере, то есть на четырехмерном пространстве. Ну, вот, ему удалось, примерно той же самой идее с проекцией, ему удалось там доказать, что тогда будет минимум энергии достигаться на случае, когда, значит, 3,3. Значит, смотрите, что такое 5 точек? У вас есть 2 точки, да, а здесь вот такой треугольный, как только треугольный, значит, у нас получается, у вас есть плоскость этого треугольника, и плоскости, и этот отрезок, соединяющий полюса, они перпендикулярны тут, ортогоны. А то же самое, ну, я не знаю, вы представляете себе, на четырехмерном пространстве, можно сделать то же самое, так и только там будет один треугольник, и другой треугольник будет треугольный. Это взять на четырехмерную плоскость, И одна проекция на плоскость, будет там треугольник, и вторая проекция на перпендикулярную плоскость, двумерную, это будет еще один треугольник. То есть такая ситуация 3-3. А в случае пятимерным у нас будет такая же, на одну будет проекция треугольник правильный, а на другую перпендикулярную трехмерную плоскость будет тетрадь. То есть вот он смотрит на такие случаи, значит, ну первый случай, конечно, это просто наглошить эти точки, тогда будет 2-2, квадрат, ответ очевидный. А вот дальше 2-3, 3-3, 3-4. Вот все, что ему удалось, он рассматривал задачи только с максимумом, он приходил с равными с другими конфигурациями, и такое тоже достаточно треугольное. Ну и видно, что было, что никак не получается продолжить эту идею на более высокие разменности, и там приходилось. То есть вот, представляете, это публика с 2002 года, через 14 лет, Петр написал эту работу уже без авторов, и вот просто на такие случаи. Мы с ним начали работать в прошлом году, поскольку мы сидели в одной комнате, ну я вначале как-то не очень хотел, но там интересно, в этом институте, где мы работаем, мы два раза приезжали, на три недели потом уезжают, потом уезжают, еще на три недели. Там такая стена, вот в нашем кабинете была такая стена, на которой можно было писать. И вот он написал, я понял, что он написал задачу и написал уравнение как-то, и сказал, вот думаю, я говорю, я не хочу думать у меня там своих проблем, но я приходил и видел на стене написано все эти уравнения, я его напишу чуть позже. Ну вот так оказалось, что, потом как-то заинтересовался, у нас пошли результаты, и к лету прошлого года мы там сделали одну часть, а вторую часть вот потом, чуть позже, я думал, что она простая, она оказалась очень сложной. Сейчас я расскажу решение. Вот с этого момента мы переходим к решению. Значит, теорема такая, первая теорема, у нас две самых теоремы. Мы рассматриваем эту энергию, минимум логарифмическую энергию, считаем ее. У нас есть д-мерное пространство, и мы рассматриваем d плюс 2. То есть, давайте так вот размеры, да. Значит, здесь d, а здесь количество точек. То есть, у нас есть, значит, здесь, когда у нас 2, точек 4, когда у нас 3, точек 5, когда у нас 4, точек 6, когда у нас 5, точек 7. И вот как раз, значит, ответ такой, здесь. Первое, что минимум энергии, абсолютный минимум энергии достигается на такой конфигурации. Значит, здесь 2, 2, здесь 2, 3, здесь 3, 3, здесь 3, 4. То есть, надо взять это число, представить у нас суммы двух чисел, такие, что разница между ними либо 0, либо 1, зависимости от четности. Сказать, что, когда размер счетный, это будет всегда пополам, когда размер счетный, надо взять целую часть пополам, и, как сказать, верхнюю и нижнюю, целую часть. Значит, всегда вот ответ такой. Это будет 2, то есть, у нас это пространство наше раскладывается на 2, мы рассматриваем 2 проекции, и об одной проекции будет симплекс, извините, что за это выражение, симплекс это просто как-то обобщение тетраэдера, и тетраэдер, и треугольник, тетраэдер, и дальше там будет симплекс. Это вот такой многогранник в демерном пространстве с дей плюс одной вершиной, которого все вершины садминированы. Такой вот единственный, ну, довольно немножко объект, если вы знаете, там, слушали про теорию графа, то это просто ребра, ребра, потому что, это полный граф. Все садминированы, каждый вершин садминированно скажут. И вот, значит, две перпендикулярные вершины, и поэтому вот две перпендикулярных таких вот, два проекция симплекса, и, значит, мы можем... Значит, все, конечно, можно посчитать, поскольку они ортогональны, расстояние между ними понятно какое, да, какое расстояние. Теория Пифагора. Теория Пифагора, совершенно верно, да, значит, может быть. Значит, и поскольку они там на каждой лежат, на соответствующей сфере, да, то будет один плюс один, это будет корень из двух. Правильно? Значит, вот между всеми... Вот у нас вот есть К-точек и Н-точек. Значит, и тогда у нас здесь вот будет между этими точками там это симплексы, у них все расстояние одинаковые. Все расстояние одинаковые, но, кстати говоря, они будут разные в разных, если к-арене не разные, они будут разные. А между ними всегда к-арене. Все просто. Очень интересная конфигурация. Ну, у нас здесь вторая теория. На самом деле, физике, во всех приложениях, им на самом деле, конечно, интересно абсолютно минимум, но мы не знаем, вообще говоря, вот системы, как ее поведение, там, те же электроны, они не знают ничего про глобальное минимум, они знают только про локальное минимум. И поэтому вот здесь это очень интересно с точки зрения приложения рассмотреть не только глобальное минимум, а локальное минимум. И наша следующая теорема, которая, вот, которая тоже, мне кажется, очень важна, и это первый результат в этом направлении, вообще таких теорем не было, мы перечисляем все локальные минимумы. Локальные минимумы всегда представляют собой такую же вещь. Теперь то же самое, но только k и l могут быть любыми. И это будет локальный минимум. Это вторая теорема. И еще, если на самом деле мы и больше сделали, мы перечислили все стационарные, стационарные там, где у нас, если вот у нас есть конфигурация, да, точек, то у нас на самом деле на каждую точку действуют какие-то силы, да. А стационарные называется там, где у нас эта сумма сила равняется нулю. У нас сфера, на самом деле на сфере надо рассматривать указательное пространство, правильно? Вот, скажем, у нас конфигурация, мы взяли эту точку, мы взяли эту непространство, у нас вот сюда вот действуют разные силы, сколько точек, сколько и где. И вот пусть эта сумма сила равняется нулю. То есть сила с арпентикулярной сферы? Нет, точка же на сфере. У нас, значит, вот смотрите, если у нас есть точка, так, то на самом деле надо рассмотреть вот такую, касательную плоскости составляющую. А ее что-то удерживает, она же удерживает на сфере, она уже насильно удерживается на сфере. Есть такие задачи, как это делать, как насильно удерживать на сфере. Вот, и, значит, нас интересует, чтобы уравнение, чтобы сумма сил касательно плоскости, проекция наказательной плоскости, была уравнительной, вот такой называется царом уравнение. И это, ну, это такие задачи рассматриваются, конечно, в механике их, их много, и в математике. Так вот, значит, на самом деле мы имеем перечислять все такие стационарные конфигурации. Я не знаю, там есть разные, там, эквилибриум, там, по-разному, разные слова используются в разных, в разных науках. Равновесие, состояние равновесия, да. То есть, как для каждой точки сумма сил будет? Для каждой точки у нас есть такой уровень. Сейчас я его вынесу чуть позже. Да, так для каждой точки у нас есть такой уровень. Вообще говоря, если система не двигается, она обязана к этому, иначе, иначе нам будет, если не ноль, это будет электронно двигаться, правильно? То есть, мы должны иметь такую же. Это единственное, вот поэтому называется стационарно. То есть, она не двигается. Но там бывают, да, вот, двигая вперед. На самом деле, бывают устойчивые такие, это локальные минимумы, а бывают еще и седла. Когда в этом направлении двигаемся, у нас уменьшается энергия, да, там увеличивается, а в другом направлении она может увеличиваться, уменьшаться, а в другом направлении увеличиваться. Это, наверное, все главные такие. Потому что мы чуть-чуть двигаем, и она опять начнет падать энергия, и так можно двигаться к падению энергии. Вот, в данном случае мы, конечно, мы перечисляем, мы перечисляем все, на самом деле, но, в частности, и разберем вопрос про минимумы. То есть, эта теорема дает даже для случая пяти точек, она дает ответ. Для пяти точек мы можем сказать, что на самом деле, все критические, все стационарные суммы сил равны нулю, это либо пи-пирамида, либо вот так квадратная пирамида. Но только квадратная пирамида так, чтобы у них в центре тяжести лежала такая пирамида, это вы легко посчитаете, значит, чтобы центр тяжести лежала в центре сферы. То есть, надо, если у вас 4, да, это где-то отступает на, ну, 4, 4, да, чтобы его угодно, угодно было. Ну да, здесь у нас вес 1, а здесь вес 4. Да, вес 4, да, это минус 1,4. Поза это, минус 1,4, да. Вот такой ответ. Даже для пяти, я уж не говорю, то есть для этого нормального пространства это дает новый результат, и для всех выше. Да, ну, конечно, мы еще рассмотрели такой эквендиста. Вот, в действительности, там как бы работа происходит так, там чисто технически это надо делать. Давайте я. Так, а сколько у меня нужно закончить? Три. Двадцать девять, да? Двадцать девять, да. А, ну, у меня пульсатка как-то отлично. Так. Давайте я все сейчас сниму. Вот. Значит, я сейчас такую ввожу, такую обозначение, что ли. Значит, у нас будет, если у нас, вот, смотрите, вот здесь такая, значит, у нас есть, если у нас КЛ означает, что КЛ, так? Это означает, что два симплексы перпендикулярных с К точками и с Л точками, такой, что К плюс Н равняется Н, равняется Д плюс Д. Мы рассматриваем случай, только Н равняется Д плюс Д, но ко мне менее, там, какие-то будут отдачи. Оба симплексы правильные. Оба симплексы правильные. Это Оба симплексы. Пересекаются по центру. Ну, они, да. Они, да. Пересекаются. Да. Они, да. Они пересекаются по центру. Их центр, центр симплексов совпадает с центром. Большой. Единственная точка пересечения. Но еще бывает такая ситуация, когда, например, могут быть такие. 1 означает, что мы взяли точку, одну точку, а этот лежит, остальные точки лежат, скажем, 1n, а эти точки лежат на пролете, на ху-серном полюсе, это будут какие-то m точки, которые разлагаются по этому. Здесь сложнее обозначение, потому что, например, вот смотрите, в случае 5, значит, у нас есть 1, 4, но 4 у нас нет такой конфигурации, если она не выражена. На самом деле у нас в случае 1, 2, 2. Почему 1, 2, 2? Потому что у нас там будет квадрат, а квадрат сам расстается, квадрат из 4, у нас сам расстается 2 и 2. Мы сходим на размерность ниже. И поэтому у нас будут такие точки, называемые дистанции, они всегда выглядят в рута. И у нас такая сумма, сколько-то там единиц, и потом у нас идет сумма. Это случаи вырождены в некотором смысле, мы их всегда работаем прямо один. И вот мы видели, что на самом деле их отбрасывать, в случае логарифмических, их можно отбросить, но вот, например, для задачи риса, с энергией риса, мы видели, что там даже для пяти точек вдруг она неожиданно становится важной. Эта точка ей дает минимум, но не случайно. Вот. И поэтому, эта точка, кстати говоря, будет в случае, в нашем случае будет всегда седловой точкой. Что это и сказано в этой теореме, что в случае, когда слышно логарифмическое, это третья теорема, основная теорема, что в случае это будет всегда седловой точкой. Есть еще один случай вырождены, а вдруг эти все точки лежат на экваторе, значит, пять точек на экваторе. Это тоже, тоже будет критическая точка, но это тоже будет седловая точка, это тоже доказано. То есть все, кроме вот этого случая, все будут седловой точкой. Еще раз, термология седловой точки означает для вас, не надо понимать математически, это просто, что оказывается, эти точки можно немножко сдвинуть, можно энергию увеличить и немножко сдвинуть в другую сторону, энергию меньше. То есть это не является минимумом глобальным. Тем не менее, они секциональны. Вот то же самое, как, если вы там проходили, я не знаю, как это будет. Это, правда, в третьем семестре, здесь есть такие штуки, да? Вот, в третьем семестре как раз выбираются там частные производные, и в частных производных есть такая же теорема, как на первой, как, что если у вас есть функции производные критической точки равняются 0, да? А там есть такая же, что если у вас функция многих перемен, тогда у вас производные равняются, производные равняются, вот эти частные производные равны 0, все. Тогда это точно называется критическое. Так вот, как раз, ну, бывает два типа. Бывают седловые точки, в отличие от одномерного случая, и бывает вот минимум и максимум. Да, кстати, максимум здесь без конечностей, да? Ну, функция x3 0 и седловая точка. Ну, это выраженный случай, да, это тоже бывает. Вот, седловая точка выглядит всегда так. Седло. Сюда мы идем, сюда мы увеличиваем, у нас увеличивается функция, а сюда она идет, не мешается. Ну, седло, как-то, знаете? Так. Ну, давайте теперь немножко математикой займемся. Я, во-первых, два слова хочу сказать про мотивацию. Я сейчас представлю теорему Радона, и даже докажу ее. Теорема Радона. Обязательная теорема, я не помню, там, лет сто раз открытая. Радона была известна математиками, там, реализование Радона для плотности, я знаю. Такая простенькая геометрическая факта. Что говорит теорема Радона? Пусть у нас есть n равен d плюс 2 точки в демерном пространстве. Тогда эти точки можно разбить на два подможества, так что их выпуклые оболочки пересекаются. Ну, давайте рассмотрим, например. Значит, пример, пример d равно 2, точек 4, да? У вас точки могут быть ровно два положения. Либо точки являются выпуклым многоугольником, тогда ручьбе неочевидное. Вот одно множество, второе множество. Выпуклые оболочки, это просто, в данном случае, просто отрезки. Ну что такое выпукл оболочкой? Просто все точки, которые лежат, кто знает строго определения выпукл оболочков? Ну, чрезвейный, не хочется мне... А есть такое геометрическое, не хочется чрезвейная комбинация. В данном случае они простые. Значит, если у вас, значит... А, больше ничего, конечно. max WEG, конечно. Да. Вот это лучше. Вот это правильно, это лучше, да. Чрезвейный, нет, нет, нет Хотя правильно, чрезвейный, наверное, комбинация, конечно. Это значит, что если выпукла баллон, то это вот из одного точек, это такое выпуклое множество, такое минимальное выпуклое множество, которое дальше вложить, а ни одного меньше нет, такое, что содержит эти точки. Ну, конечно, для трёх точек это будет треугольник. Вообще-то здесь как бы и не по делу, но это так-то у него стоит. А второй случай какой? Здесь два случая. Знаете, какой второй случай? Трёх точек? Да. Что понимаете? Или вы знаете этот церемонт? Знаете, знали этот церемонт? Здорово. Так, а что будет у нас в трёх точек? Какие бывают у нас варианты? Ну, ещё, конечно, есть ещё один случай, выраженный, да, вот такой случай. Когда они лежат на один трёх точек. Так, для DRAMU3 у нас пять точек, и будут такие две. Ну, одна, одна вот отрезок и треугольник какой-то там, да. Вот они пересекаются вот так вот. У нас есть треугольник и отрезок, наши пять точек. Есть случай вот такой. Да, тот, что внутри страймера. Что ещё бывает? Ну, бывает выраженный, но давайте не будем рассматривать выраженный случай. Мы будем рассматривать выраженный случай, когда у нас они лежат в плоскости все. Вроде больше нет. Но дальше, когда вы начнёте, поймёте дальше, там бывают варианты. Например, для шести, да, ну, для размерности четыре, у вас есть варианты, там, один, пять, два, четыре, три, три. То есть это тетраэдер, четырёхмерном пространстве четыре. Тетраэдер и ещё отрезок его пересекающие. Два треугольника пересекающие в секторе модели. А это вот, это надо взять синтекс. Точка внутри. Теория мы работаем. Доказательство. Доказательство вообще из двух строк. Надо какую-то знать, ну, не знаю, вообще ничего не надо знать. Мы рассматриваем эти точки как вектора. x1, xn. Так? Давайте мы найдём такие а, такие, что удовлетворяют двум уравнениям. Это первое уравнение, просто чтобы аид умножить вектора, x1, xn, xd, плюс 2, так? Чтобы эта сумма равнялась нулю. И вторая равнялась нулю. Сколько у нас неизвестных? Сколько уравнений? Сколько неизвестных у нас? d плюс 2, правильно? А сколько уравнений? Вектор, у вектора размена с d, у вектора неизвестных, значит, получается d компонент, правильно? d кардинал. Поэтому здесь d уравнение всего лишь. Значит, позволит векторное уравнение. Здесь ещё одно. У нас d плюс 2, d плюс 2 переменных, и d плюс одно уравнение. Значит, что нам говорит наука, есть какое-то ненулевое решение. Правильно? Что бы вы ни делали, будет ненулевое решение. Рассматриваем любое ненулевое решение для а. А теперь я в явном виде нахожу точку. Вот уравнение для точки. У нас же вот в этом условии, да, разбивает... А, теперь разбиваем все а, беру ненулевое решение, нетривиальное, чтобы все были нули. Значит, и разбиваем все а на две группы. Те, которые больше равны нулю, и дополнение. Все, которые строго меньше нуля. Это h не разбивает, да? Да. Да. Но мы разбиваем индексы на две группы, да. А потом по индексу мы разбиваемся на дектора, да? Да. Нет, ничего пока не делал. Я просто... У нас есть индекс, у нас i есть, i и j, да, большое. И мы теперь просто... Я задаю точку причины вот таким образом. Просто делю аид и делю на а, где а это просто сумма. Ну, скажем, положительный металль, например. Берем эту сумму. Эта сумма, поскольку сумма всех атов равна нулю. Правильно? То поэтому у нас это будет то же самое, только со знаком минус а. Вот эта вот сумма. Ну и вот после ямы видно, задаю решение. Вот оно решение. Понятно? Все. Все, все накладисты. Я просто ямно указываю решение... Эту точку пересечения. Я взял их абстракт. Из головы. У него никакого геометрического смысла вроде бы нет. На самом деле есть, конечно. Я пытаюсь посмотреть. А что же будет? Как разбить, чтобы они пересекались? Все равно должно быть решение. Правильно? И вот на самом деле это вот просто чисто треховое решение. Я рассказываю формальные показатели. Никаких... Ничего вам ничего не надо. Просто давайте найдем такие а, которые являются решением вот этой системы. Уравнение. Д плюс одно уравнение. И решаем. Дальше я показываю точку. Это просто алгоритм такой. Как действие. То есть полный счет этого алгоритма вы можете просто находить решение. Ну давайте смотреть. У нас вектор... У нас это одна суббой. Ну х это вектор, а не координат. Понятный вектор вектор. Значит у нас смотрите. Пусть у вас есть вектор, да, там мы не знаем там. Х 1, 1. То есть у нас N. Х 1, 2. Х 1, 3. Это две вектор. Здесь A1. Плюс A2. Соответственно. Х 2, 1. Х 2, 2. Х 2, 3. Сколько уравнений? И все это равно нулю. У нас будет A1, A1, X1, A1, A2, 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 A2. Это D уравнение очевидно. А второй просто вот так завтра. Вопрос хороший, конечно. Но это вот сами подумайте. А почему я так сделал? Ну не я там, я не знаю. Радон там сто лет назад. Почему так сделал? Да потому что, если вы хотите найти пересечение, то вот такое. Но это, пожалуй, оптимально. Я, естественно говоря, даже не представляю, как можно геометрически... Ну, наверное, можно геометрически очевидно. Попробуйте геометрически подумать про Радону. Наверняка есть геометрически. Чисто геометрическое решение. Ну, по крайней мере, размерности 3. Да и в любой размерности. Так вот, мотивация у меня была такая. У нас была такая. Значит, вот я просто увидел, вот я знал Терева Радону. Я говорю, Петр, смотри. То тут D плюс две точки, тут D плюс две точки. Кого-нибудь другого отношения непонятно имеют. Ну, вот есть Терева Радону, который я знаю там много лет. Вот. И вот, может быть, это как-то можно применить? Ну, непонятно, как применять. А потом такая пришла идея. А давайте мы попробуем нашу задачу записать через эти аиды. Как-то вот исключить вот это уравнение стациональности. Может быть, как-нибудь мы из него запишем все через аиды. Ну, оказалось, ну, пришлось немножко повозиться. Ну, немножко, а немножко. И мы, значит, это сделали. Так, теперь я выписываю это уравнение. Нас учили по физике, там, не знаю, в каком-то классе. Вот. Записывать эти уравнения, там силы записывать. Но я сейчас, здесь единственное место, где я использую высокий наук. Есть разные способы, как это делать. Ну, как бы, геометрички. Я, в общем, это геометрички мы делали. Просто проектировал на касательную плоскость. Смотрел, составил уравнение. Получалась вот такая штука. Но есть более высокая наука. Она называется Модж и Валагранж. Он тоже в 18 веке. Ну, не то, не то. Тоже так. 200 лет. Ну, нет, 200. А, больше, ну, 200 лет. 200 с чем-то лет назад. То есть, Валагранж для этих целей придумал такую же. Придумал науку. И, значит, что у нас есть? У нас есть уравнение. Дополнительные условия. Конкретно наши условия. Это у нас каждый вектор в квадрате, то есть скалярное произведение само на себя, отравляется единице. И тогда, значит, надо вот что сделать. Надо вот такое составлять уравнение. Надо взять производную по иксиде, по вектору, так. А справа написать, это множество влагранжах. Это множество влагранжах. Вот так получается такое уравнение. Если вы хотите, вы можете сами по себе выслать, вы можете сами геометрически вывести. Значит, что такое R и G? R и G это вот что такое. Смотрите, значит, надо взять единицу, мы отняли скалярное произведение. хит и хжит. По-другому это, давайте мы запишем сейчас, я запишу вам. хит минус хжит, это вектор, так, квадратность. Это будет, то есть квадратность расстояния записана. Почему здесь двойка? Потому что хит и в квадрате равняется, хит и в квадрате равняется единице, правильно? На сфере точки, лежат единичные вектора. Все хит единичные вектора. Вот. Только поэтому. Больше никакой другой причины не дали. Поэтому получили 2. Это то же самое, как здесь, но чтобы двойка не возиться, мы просто вот написали 2 и отмечали. Это определение меньше. Первое лемма, которое, первое свойство, которое выводится из этого, из этого уравнения, да? Это то, что на самом деле, это лямбда и и все одинаково, они равняют ценному сантиму. Как это доказывать? Ну, можете справа скалярно на хит, вот когда я геометрически выводил, там как раз этим занимался. Умножить на хит. И так это будет единичка. Здесь будет единичка. Здесь будет как раз хит и жит. И так. Значит, и поэтому у нас, видите, разуме на это сократится, будет единица. И мы получили, что лямбда и и равняется сумма единиц. Ну, а то пропущено, поэтому лямбда и и будет именно сантим. Вот такое упражнение. Что лямбда и и... Еще раз. Вы понимаете, как я делаю? Я умножил справа и слева умножил скалярно на хит. Где справа будет хит умножить на хит. хит в квадрате – это просто единица. А слева, если мы умножим, в каждом счете, смотрите, это будет хит в квадрате – это единица. Минус хит на хит. Это то же самое, что и Режит. Это определение Режит. Поэтому это будет единица. Мы доказываем, что 100 лямбда и и равняется n-1. Я матрый вопрос. Да. То есть у нас первое сравнение? Что вы там еще раз можете сделать? Что вы там сделали? Там, где у нас прогрифмическая дайка? Нет. Первое сравнение я доказываю, что лямбда и и равняется n-1. А, вот самое первое. Да, самое первое. А, я смотрю на это. Самое первое. Там просто одну движку. Ну, я сделал такую штуку. Давайте я сейчас... Ну, хорошо. 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 Значит, я напоминаю, что такое энергия. Я напоминаю, что такое энергия. Елог, да? Это есть просто. Одна вторая сумма логарифм, логарифм xe минус xg в степени минус 2, правильно? Да. Ну, 1 разделить на x квадрат. Ну, давайте минус 2. Ну, расписываем его. Это будет x витр квадрат, ну, как сумма квадрата, квадрат суммы. Значит, это будет 1, это будет 1. И вот мы так записали. Да. Я записал его так, по одной простой причине, чтобы потом дифференцировать было легко. Вот эту формулу мы записали, которую я не хочу рассказывать. и эту формулу. Понятно? Действительно? Понятно? Первое равное? Так, короче. У нас свелось вот такому простому равному. Теперь докажите, что центр масс находится в центре. Из этого. Почему центр масс находится в центре сферы? Из первого выведения сферы. Первое мы получили. Это просто уравнение сференцированности. Сумма силы вовремя 0. Берем сумму, правильно? Берем сумму по x. Коэффициент одинаковый. А слева у нас, у нас же сумма по всему и xg. У нас, когда она встретилась xe минус xg, слава богу, расстояние одинаково, не зависит от xg, да? А потом она встретилась за знаком минус xg минус xe. Они сократятся. И с левой стороны у нас будет 0. Получается, сумма n минус 1 умножить на сумму x, это их равняется 0. Понятно, когда? Всем понятно? Еще раз. Еще здесь возьмем сумму по i. Здесь сумма по g, а здесь сумма по i. Тогда у нас встретятся обязательно xe минус xg и xg минус xe. То есть они сократятся. Просто один и тот же, в один и тот же сетях, в этой сумме. А с правой стороны просто будет n минус 1 умножить на сумму xe. То есть сумма векторов равняется 0. Это означает, что центр насуется в центре. Более интересно, а вот как вторая выводится? Вторая как выводится? Как доказать, что сумма rsg, rsg, то храняется f? Вот что это написано? Смотрите. Что? Если у вас есть любые n векторов, вот там написано такое штука. То есть центр, ну центроид, это центр массы, находится в центре сферы. То есть точки на сфере, n точек на сфере, n большой точек на сфере. И предположим, что центр масс находится в центре сферы. То тогда сумма rsg, то храняется f. Вы видите этот момент? Кто мне поможет? Задача абсолютно не имеет отношения к предыдущим. Любые n точек на сфере, что сумма половины квадрата расстояния, все равняется n. Ну, когда я не знаю, что делать, надо просто расписать, что слева написано. Не буковки какие-то, а просто написать. Так, кто мне сказали? Что 1 минус хит точка g, так? По всем g от 1 до r. Вот мы хотим посчитать эту сумму. Ну так, у нас здесь единица. n раз посчитать где-то, надо будет отнять. Отнять вот эту штуку. Да? Но здесь хит ты выносится? А, ну понятно. Просто. А здесь будет сумма xg. Ну, сумма xg то есть 0. Мы доказали n. Очень глубокий факт. Между прочим, глубокий факт. Если центр масс системы точек на сфере находится в центре сферы, то сумма 1,2 суммы вот этой r и j равняется n. Просто. Я доказал, что. Смущает? В этой вот сумме, где j, j, там ведь жмометр равно i, да? В этом видите, да. Дело в том, что когда у нас i равняется j, у нас будет единица минус x скидой на x скидой равняется 0. Поэтому мы его просто включили туда 0 и все. Добили до нуля. Ну да, вот маленький трюк такой, да. Понятно? Все. Теперь, вот оказывается, теперь можно все забыть. Ух ты. Да. Значит, ну к сожалению, я себе просто говорю. Все можно забыть и аккуратненько все переписать в те координаты. И оказывается, наша задача сводится к такой задаче. Ну к сожалению, видите, как мы на элементарных вещах, но мы и так поднимемся. Значит, задача, сейчас, где она? Значит, оказывается, наша задача просто эквивалентна. Следующая задача. Пусть у нас есть n чисел. n равное d плюс 2. Нет, любые n чисел. Ну и любые числа можно всегда так, чтобы их сумма равнялась 0. Значит, на самом деле их всегда без ограничений общности можно так вот просто записать, что изначально положительное по убыванию, потом больше нуля, значит 0 выкинули, а потом идут отрицательные тоже по убыванию. Вот, значит, и они удовлетворяют следующему уравнению. Вот эта вот, вот эта штука, это просто r и жит. Вот просто расписан r и жит. Вот то, что у нас было раньше. c это просто константа, это r-1 разделить на n. Так вот, пусть у нас удовлетворяет наши n чисел, n больших чисел, удовлетворяет вот такому уравнению. Ну еще не ранее, чтобы не было таких самых, хотя это можно как-то избавиться, но пусть будет. Такая теорема. Тогда эта система имеет, всегда будут, первые k чисел будут равниться одинаковые и вторые тоже. Доказательство такое довольно удивительное, этого дела, то есть я так, сразу не знаю. Значит, я хотел как раз с вами поговорить про 2-1, но, к сожалению, у меня окончилось время. Вот. Еще раз. Это теорема про числа. Не забудьте про все. Это просто теорема про числа, просто, которая понятна школьнику. Формуровка, вот я все выдал, все выдал, все ограничения. И это доказательство у него очень интересно. В том смысле, что оно такое, я не нашел такой численность. Ну там какая-то есть часть, вот есть лема, например, первая лема, там вообще ничего нет, просто комбинаторная. А вот в окончательной теореме, там все-таки используют такой трюк, что, значит, там расходит такая функция от t. И эта функция, эта функция принимает, вот как раз в главном условии, что она в этих двоих, во всех, она равняется одинаково. Я просто ее явно увидел задом. Так вот, значит, когда они, она одинаковая. Так вот, оказывается, когда мы рассмотрим вторую производную, когда мы рассмотрим вторую производную, то мы видим, что эта функция вторая производная, положительная и на самом деле как получается? Что там любая, любая прямая пересекает, пересекает, выкупную функцию не более чем в двух точках. И тогда, оказывается, здесь группируются первые положительные, ну там, положительные, одинаково. Такое удивительное решение. Я не смог найти элементарное доказательство. Это первое замечание. А второе замечание, если вы можете сделать, сделайте фотографию вот этой лемы неравенства. Там еще вторая часть в этом уравнении. Значит, вторая часть в уравнении надо доказать, на самом деле, ну хорошо, мы нашли эти две инфекулярные симплекса. И вопрос такой, а почему это будет локальный минимум? Почему это не будет седлом? Это сводится тоже в каким-то двум детским задачам. Вот. В школьных задачах. Получается, надо доказать такое, это оно эквивалентно следующему неравенству. Вот смотрите, какой неравенство. Это неравенство, если бы здесь было бы M, то это было бы неравенство средней. Там неравенство Енси. А здесь стоит M минус 2. У нас есть дополнительный слой, потому что по диагонали стоят нули. Значит, по диагонали стоят нули. Вот на каждой строчке, в каждой строке тоже стоят. Сумма с правилом нулю оказывается и есть более строго неравенство. Доказательства, конечно, там, ну я не знаю, я так долго провозил сумму с этими доказательствами с этой. Ну, а затем мы просто думали, что это просто там какое-то неравенство Енсена, там, я не знаю, неравенство среднего. Оказывается, нет. Какое-то новое неравенство при таких условиях. Ну и второе. Есть токазательство есть, но я его попущу. Есть второе тоже самое, тоже неравенство. Тоже новое. Там два уже неравенства. Вот такая. И тоже элементарно. То есть во всем токазательстве нету никаких, вообще никакой высшего ученого. Вот единственное, мы использовали там вторую производную. положительную функцию мы использовали, что групповую функцию мы использовали для первого. Но, наверное, можно геометрически чисто сделать, вообще не касаясь высшей математики. То есть вот это токазательство этой теоремы в полном объеме лежит просто в школьной математике. Ну, в школьной плюс вот по модулю той второй производной, которая тоже можно объяснить как-нибудь. поскольку изначальная формулировка, вы смотрите, вот эта теорема главная, да, изначальная формулировка, она вообще ничего не предполагает. Просто набор чисел. Вот. Даже первое это условие можно выкинуть просто. Не-не-не, нельзя, потому что иначе мы не сформулируем, почему они равны. Потому что все положительные совпадают и все отрицательные тоже одинаковые. Вот при таких условиях, при таких мерах. Существует больше как бы играться, с этим очень забавно смотреть на это. Ну, это как раз и будет соответствовать этим нашим случаям. Тема, все локальные. Все, извините. Так что, если вот мое предложение, это будет, я сейчас, ну, я уже нету, посмотрите, пожалуйста, я слайды мы выложу, да, слайды? Посмотрите на эти неравенства, на эти два элементарных неравенства, может быть, вы что-нибудь придумаете. Потому что вот я, мы делали доклад, когда люди потом спрашивали, они делали это самое, пытались понять. Очень много любителей неравенств, знаете, есть большие люди, которые любят всякие неравенства. И вот, ну, вроде бы, никто ничего не сказал, что это известно. Я сам, я сам честно посмотрел, там, этого, вот, эта книжка, Купоя, так, Артель Харгель, вот там неравенство называется. Но я там не нашел ничего похожего. Это раз, ну, хорошо, там, известно, неизвестно, это не важно, но чем-нибудь другое придумаете. Потому что придумаете какой-то новый неравенство, вот исходя из этого. Можем посмотреть на кайф. Смотрите, какие-то есть любые идеи, я с удовольствием обсудил через, там, два дня. И, потому что следующий, конечно, надо бы, ну, хорошо, мы сделали 2d плюс 2. А наша цель, да, следующий, который зависим, у нас есть 2d, и вот 2d мы знаем. И вот все, что меньше до 2d, вот нам интересно. То есть k у нас от двойки до, там, до 2d. Да, да, это 2d. Этот случай мы знаем, это симплекс, этот случай мы знаем, это обобщенный октаидов, кросс-политоп. А вот внутри тоже, там уже будет не 2, а 3, в зависимости от k, симплексы, правильные симплексы. 2, 3, там, 2, 3 и так далее. k равно 4 будет 4 не портагональный симплекс. Ответ будет всегда так, мы знаем. Но вот нужны вот такие вот всякие штуки, такие штуки и еще какие-то уравнения. Я думаю, поскольку у меня тут где-то была идея, теорема, теорема, а там даже две где-то есть. Ну, есть там, есть там такая, называется, диаграмма Гейла, есть там некая наука. Ну, такие, такая, запутанная. Но я как раз вам предлагаю чуть-чуть подумать, может еще мы придумать вот с этими неравенствами. Это тоже вторая, это тоже важная часть. Вот с этими двумя неравенствами. Особенно вот у меня в этот интерес и загадочный такой. Все, спасибо, увидите.